Здравствуйте! В прямом эфире программа события. Новости большого города на Средней Волге вам расскажут наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. 15 тысяч человек пришли на закрытие фан-феста. Самара попрощалась с Мундиалем. Куйбышева в ритме диска. Каждые выходные в центре Самары будет проходить танцевальный флешмоб. Мечта всей жизни сбылась на восьмом десятке. Самарский живописец Рудольф Баранов открывает галерею во Владимирской области. Вместе с финальным свистком матча Франция-Хорватия закончился и чемпионат мира по футболу в России. Многие главы государств, эксперты и игроки уже называют его лучшим в истории и по футбольной составляющей, и по части организации. В российском гостеприимстве, говорят, во всем мире Самара тоже была частью большого футбольного праздника. На стадионе Самара-Арена прошли шесть игр турнира, а на площади Куйбышева каждый день была насыщенная программа и трансляция всех 64 матчей. Андрей Горгуленко смотрел финал чемпионата мира в компании 15 тысяч гостей фан-зоны. Последний день чемпионата мира Самара встречает с жаркой погодой. И чтобы не перегреться от накала эмоций в финальном матче, волонтеры заботливо поливают водой. Чтобы освежиться перед игрок, волонтерам порой выстраивалась очередь из гостей фестиваля болельщиков. Пока Франция и Хорватия разминались перед финальным матчем, самарские любители футбола на мини-футбольном турнире определяли сильнейших игроков. На фан-зоне каждый день разыгрывали приятные подарки в товарищеских турнирах. Страсти на маленьком поле ничуть не уступают тем, что на поле большом, да и поддерживают игроков-любителей не хуже, чем сильнейшие сборные мира. Просто пришли на фан-зону посмотреть чемпионат мира. Интересное событие, не каждый день такое происходит. Такое событие нельзя упустить. Вот, пришли с компанией. Какая игра! Просто шоу! А в это время самарцы стягиваются к экрану, чтобы посмотреть последнюю битву российского мундиаля. И несмотря на то, что день по-настоящему праздничный, в глазах болельщиков замечается маленькая нотка грусти. Довелось нам в Самаре именно увидеть его в этом году. Это очень круто. Но, к сожалению, он подходит к концу. И вот последний день, последний матч. Я обязательно решил сюда съездить, чтобы потом не жалеть о том, что не приехал сюда, когда была возможность. Будет не хватать вот этих громких мероприятий. Сила общности, сила духа, которая вот показала каждый сбор людей. Поэтому ностальгия будет однозначно. Хотелось бы, чтобы такой праздник, как чемпионат мира, продолжался вечно. Но, к сожалению, месяц. Очень всем довольны, очень всем рады. Но, конечно же, последний день, последний 64-й матч. Насколько быстро бы наполнилась Самарская фан-зона в случае, если бы сборная России вышла в финал, нам остается только гадать. Ну, а Франция и Хорватия площадь Куйбышева наполнили к середине первого тайма. 15 тысяч зрителей Самарской фан-зоны так и не смогли определиться, кого поддерживать в финале больше. А потому одинаково радовались как голам французов, так и результативным действием хорватской команды. А радоваться было чему. Соперники на двоих забили шесть голов. Этот финал стал самым результативным впервые за долгое время. Игра стала достойным украшением и заключительным аккордом всего турнира. Финальный свисток орбит разофиксировал победу трехцветных 4-2. И французские игроки и болельщики стали самыми счастливыми на следующие 4 года. Счастливыми стали и самарцы, свидетели и участники грандиозного спортивного события. Я хочу всех вас поздравить и поблагодарить. Мы сделали это вместе. И с любой задачей, какой бы сложной она ни была, мы справимся, объединив наши усилия. А после игры настало время отмечать. Площадь Куйбышева превратилась в гигантский танцпол. В течение месяца для гостей фан-феста выступали российские и мировые звезды эстрады. Исключением не стал и последний вечер. А на закрытии фан-феста в Самаре выступала дискотека «Авария». И делала так зажигательно, что не танцевать просто невозможно. В завершении зрителям показали красочное лазерное шоу и, конечно, не обошлось без традиционной калинки. Масштабный флешмоб впервые сделали именно на самарской фан-зоне, а потом он разлетелся по всей стране. Песня «Авария» За месяц большого футбольного праздника, самого яркого, масштабного и крупного в истории Самары, Город научился смотреть футбол в компании незнакомцев, гулять до утра после побед сборной России, танцевать на дискотеках на площади Куйбышева и говорить с иностранцами на одном языке – языке футбола. Мы поздравляем сборную Франции, которая спустя 20 лет вновь завоевала золотые медали. Мы поздравляем сборную Хорватии, которая спустя 20 лет вновь завоевала медали чемпионата мира. В этот раз серебряные. И поздравляем сборную Бельгии, которая впервые в истории поднялась на пьедестал Мундиаля. Самара говорит спасибо и прощается с этим невероятным футбольным пиршеством. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. Площадь Куйбышева. События. От хип-хопа до диска десятки танцоров и обычных горожан вышли на улицу и присоединились к танцевальному шествию. В Самаре прошел восьмой танцевальный парад, приуроченный к завершению чемпионата мира. В атмосферу праздника окунулась и Мэри Елчан. Атмосфера танца, веселья и футбола. На пешеходной улице Куйбышева гости и жители города устроили настоящий танцевальный парад. Уже восьмой за время проведения чемпионата. Началось все в начале июля с шествия болельщиков в поддержку сборной России. А дросло до уровня бразильского карнавала, говорят организаторы. Так мы отдыхаем, так мы наслаждаемся чемпионатом, спортивным праздником. Там где спорт, там движение, какое движение без танцев. И танцы также объединяют, как и спорт всех жителей нашего города, как и всего мира. Зажигательный флешмоб сразу стал яркой частью футбольного праздника в городе-организаторе. Впервые колонны возглавили совсем юные танцоры. На каждом перекрестке участники делали остановки, танцевали и показывали анимации. Мы четвертый раз на этом танцевальном параде. Каждый раз он удивляет какими-то новыми находками, новыми сюрпризами. Присоединяется огромное количество детей, взрослых. Замыкали парад волонтеры, которые несли флаги стран-участниц чемпионата. Это объединяет людей, все становятся одним целым. Мне кажется, это прекрасно, когда люди не думают о чем-то плохом, а такое настроение дает народу. Мне кажется, это очень прекрасно в нашей серой будни. Это новая традиция, которая зародилась в Самаре во время Мундиаля, и которую жители будут поддерживать и после футбольного первенства. Организаторы рассчитывают, что до конца лета улица Куйбышева еще не раз превратится в территорию танцев и веселья. Не хуже Антуана Гризмана. Вместе с Мундиалем в Самаре завершился и проект «Забей гол фанат». В турнире по пенальти приняли участие более двух тысяч человек. Гости из Уругвая, Мексики, Австралии и Мьямы показали, как играет футбол у них на родине. Репортаж Даниил Лучко. Волга, пляж и футбол. Такой активный отдых под солнцем ребятам по душе. География участников широкая. Коста-риканцы, австралийцы, узбеки, таджики и даже гости из Мьянмы. Для россиян это не только знакомство, но и обмен опытом. Каждый день это новые ребята с разных стран и новые знакомства. Новая техника играет ребят. Это, конечно, очень здорово. Посмотреть, как люди играют, чем живут, какой очень менталитет у людей, как относятся к футболу. Очень классные ребята из Уругвая, которые все, в принципе, бьют через себя, не боятся. Из Мексики. Где-то по 40, но они бегают, прыгают и живут футболом. «Забей гол фанат» проходит в рамках проекта «Самара встречает гостей». Главный организатор – департамент физкультуры и спорта администрации «Самары». На красноармейском и первомайском спусках участники выясняют, кто забьет больше мячей. В турнире по пенальти каждый сам за себя. Очень важный проект. Дело в том, что когда человек приходит на пляж, ему есть чем заняться. Поиграть в футбол со сверстниками, со всеми кто постарше. То есть это, ну, они очень все довольны. В проекте приняло участие больше двух тысяч человек. Пробито 150 серий пенальти. Вручено 1200 дипломов. Больше всех отличились колумбийцы. По количеству проведенных игр у них первое место. Даниил Лычко, Максим Гусев. События. Мечта всей жизни сбылась. У самарского живописца Рудольфа Баранова открылась собственная галерея во Владимирской области. В экспозицию вошли более ста работ художника и его сыновей. Мастеру скоро исполняется 77 лет, но энергии ему не занимать. Об искусстве, жизни и творческих планах с ним поговорил Артем Устинов. Последний штрих. Рудольф Баранов дописывает картину. Скоро она поедет во Владимирскую область. Там открывается персональная галерея художника. Об этом мечтает каждый живописец, говорит Рудольф Николаевич. Но в его жизни это произошло сейчас, на восьмом десятке. Он вспоминает в детстве и подумать не мог, что станет художником. Просто любил яркие цвета. Мама с папой поехали во Владимир, старшему брату акварель привезли, шикарную. А мне ружье какое-то, щелка. А я на эту акварель, а там желтый, оранжевый. Да и цветов-то таких никогда не видел. Рудольф Николаевич окончил знаменитое Палеховское училище. Вот редко фотографии этих лет. Студент Баранов пишет этюд прямо на сельской улице. Я пишу вот этот дом. Вот дом, видите, стоит. И он у меня вот тут, видно, что я его пишу. Два года назад я поехал с приятелем на джипе. И этот дом написал спустя 50 лет. Художник работает во всех жанрах, но особенно любит многофигурные полотна. Четкая расстановка фигур, стройная композиция и равновесие. Себя считает реалистом. Блестяще умеет выписать фактуру и свойства материала. Учился у гениев. Копировал шедевры старых мастеров. Я делал Сальвадора Дали, Рембранта, Вермейра Дельвского, Курбе. У меня все стены были завешаны шедеврами. Туда заходишь, как в галерее Уфисы. Потрясающе красиво. Более ста работ мастера разместят в Крывеческом музее поселка Красная Горбатка. Мастерскую покинет и портрет жены художника. Маргарита Николаевна ушла из жизни полгода назад. Не даже и в до открытия галереи. Эту вещь особенно жалко отдавать, но Рудольф Николаевич решил, она будет украшением выставки. Художник едет и сам. Не любит сидеть без дела. В принципе, можно установить какой-то день, типа мастер-класса. Чтобы я приезжал, пусть не близко, но... А что не близко? Я сел и приехал. Да, пока еще живой. Мне через 2-3 месяца 77. Ну, возраст уже такой. Задуматься надо. Но пока двигаюсь. У мастера трое сыновей, все художники. Их работы тоже войдут в экспозицию. Рудольф Николаевич хочет открыть галерею и в Самаре. Музей местных живописцев. Уверен, энергии ему хватит. Если мечта всей жизни сбылась, никогда не поздно придумать новую. Артем Устинов, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Страсть к селфи чуть не привела к гибели 13-летней девочки. Подросток упал из железнодорожного моста на высоковольтные провода в Запонском. Это произошло в субботу, 14 июля. Девочка потеряла сознание, но осталась жива. Ее отправили в больницу Пирогова с электротравмой. Ожогами второй, третьей степени обоих предплечий, кистей и рук, левой стопы, ссадины нижних конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас силовики проводят проверку. В Самарской области ранее уже фиксировали случаи опасных селфи. Весной прошлого года на железнодорожных путях под Самарой 14-летний мальчик решил сделать селфи на вагоне и разбил голову. А в Чапаевске девушка при аналогичных обстоятельствах получила смертельный удар током. Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой. Иномарка ехала со стороны Бузулука и опрокинулась на Самарской обводной дороге. По предварительной информации водитель уснул за рулем. Пострадали 4 человека – женщина и трое детей. Судя по фотоснимкам очевидца, машина получила значительные механические повреждения. Разбито лобовое стекло, деформированы двери и крыши. На 4 месяца отправили в колонию поселения алименщицу из Самары. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 тысяч рублей. Для того, чтобы заставить одуматься нерадивую мать, ей назначили 100 часов обязательных работ. Но никаких выводов для себя она не сделала. После этого на нее возбудили уже уголовное дело и назначили наказание в виде 4 месяца в колонии поселения. После окончания Мундиали самарский общественный транспорт начал постепенно возвращаться на свои привычные схемы. Одним из первых стал троллейбус номер 6. Он вернулся на свой маршрут. Из-за чемпионата мира по футболу он был укорочен. В самарском теремке будущих молодоженов проверят на ВИЧ. Это произойдет завтра, 17 июля. Мобильная лаборатория распахнет свои двери в рамках профилактической акции «Знать о ВИЧ – значит жить». В этот день всем будущим молодоженам, пришедшим подавать заявление о регистрации брака, специалисты СПИД-центра предложат заранее позаботиться о здоровье и благополучии своей будущей семьи и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Кроме того, бесплатно проверить здоровье могут и сотрудники ЗАГСа, и все желающие самарцы, которые придут в этот день в теремок. Акция состоится с 9 утра до 11 часов. Код свободный. Самарцы сами смогут заработать на благоустройстве своего двора. Уже в следующие выходные новый городской проект «Твой конструктор» презентует на фестивале «Дерево» в Загородном парке. Программа предлагает горожанам побороться в конкурсе за бюджетное финансирование. Наиболее активные дворы, которые выберут рейтинговым голосованием 9 сентября, получат 100 тысяч рублей на благоустройство. На фестивале гости будут радовать мастер-классами, где каждый сможет изготовить своими руками скворечник и научиться выжигать по дереву. Кроме того, можно будет собрать проект своего двора из конструктора. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующей выпуске. Самара удивила гостеприимством. В мэрии подвели итоги Мундиали. Есть такая профессия – бесплатно людям помогать. В Самаре наградили волонтеров чемпионата мира. Нарисовать шедевр за 5 минут. В Самаре прошел открытый мастер-класс по скетчингу. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин